На Могилёшине повеличили площадь под вырошивание капусты. Реконструкция завершается. Глузская гимназия чекает наученцев в полностью обновленном в учебном корпусе. Три тыдни полету фантазии и працы. Международный пленер по керамице дал початок для творчества мастакам-керамистам. Жахары населенных пунктов побочек с участком номер 4 СС Могилёв завсюды будут в курсе стану атмосферного поветра в местах, где они проживают. Это станет мягким, благодаря сенсорным датчикам, которые установят в зоне предприемства, в санитарно-охоленных зонах и непосредственно в населенных пунктах. Про это подчас пресс-тура на завод Омскарбон рассказывал начальник филиала Могилёв облгидромет Миколай Костусев. Сучасная система мониторингу позволит контролировать экологичную ситуацию на этой территории. За столом разом с администрацией предприемства Омскарбон представниками Улады новоковцами, журналистами и экспертами присутничали из жахары агрогородка Вейна. У первую очередь их турбуе экологичный бок в творчестве. Жители деревни Новосилки Вейна не хотят ни видеть и ни слышать эти предприятия. Сделайте так, чтобы небо не было ни запаха, ни шума. Система контролю выкидал головные умовы Министерства природных ресурсов при выдаче экологичного заключения проектной документации. Генеральный директор Омскарбон Могилёв показал, где Миновита на вытворче клятсовце будут установлены першесные датчики системы контролю. Все датчики, которые находятся там на дымовой трубе, сводятся в эту будку, аккумулируются, архивируются и передаются во все необходимые надзорные станции. То есть можете обратить внимание, уже осуществлен монтаж этого оборудования. После экскурсии представники науки и медицины подявились своим меркованием Аду Бачинага. Те решения, которые предусмотрены проектом и которые реализуются, и система контроля, и параметры контролюемые, они позволяют говорить о том, что работа этого предприятия не изменит экологическую ситуацию. У тебя перешний час будавничая готовность Омскарбон Могилёв складая 75%. Вот у эксплуатации вытворчей линии намечены на четвертый квартал 2019 года. Татьяна Сергеевич, Юлия Мычка, Миколай Соболев, Новины региона. Турция перешняя надвора и сприяльная, кажутся господарцы Кадзина Могилёвского района. Могилёв, под кроплями даже у Городнина росте прямо на вачах. Ждём неплохой урожай моркови. Вот у нас середина июля, и уже морковь достаточно большого размера. Я думаю, через недельку начнём реализовывать на внутреннюю сеть магазинов. Бульба, морква, цыбуля и бураки – винегрет с этой Городниной можно назвать традиционным каденским салатом. С годом в год у господарцы под Городнину отдают больше 100 гектаров земли. Сирот звычайной садовины Городнины есть и место для полевой экзотики. Редька чёрная, редька маргеланская. Также стараемся обеспечить ассортиментом магазины и различными капустными культурами, такими как цветная капуста, капуста брокколи. Чакканни урожаю тут не пустые. Землю заправили микро- и макроэлементами, забеспечили правильный узыход. А вось пали у гэтым годзе удела на сябе необёсная канцелярая. Вильга цехапая и Городнина росте на вачах. На полевых работах заденечены полеводчие бригады и люди от центра занятости. Как вам урожай? Очень хороший, в этом году вообще замечательный. Картошка совсем хорошая. А цюльпродукция так само отправляются у дитячие садки и лагеры, больницы в области и дамы со старелых. А у оптовую и гандлёвую сетку Кадзина уже реализовала свыше 150 тонн Городнины. А Городнина с Могилёвских полёв у Пашани и у мясцовых насельництва. Так, Олечка, мне качанок такой хорошенький, такой крепенький. На полиции крамы Кадзинская садовина Городнина тропляя практически сградок. Цену им кнутся тримать крыху ниже и конкурентов. Сергей Пеклин, Юлия Мычка, Александр Тарасов. Новини региона. Глузские гимназисты селета сядут за парты уцелком обновленном в учебном корпусе. Реконструкцию научной установы проводят по проекте, который финансирует Сусветный банк. Так, на все работы и обсталивание было выдатковано 2 млн 250 тыс. рублёв. Завершить капитальный ремонт будинка плануете у конце липеня, початку жнивня. Работы на амаль 30-годовом будинку гимназии шмат. Тут провели теплореновацию будинка, утеплили подвал. Капитально одрамонтовали дах, замянили двери и в окны. Засталося надать школьному интерьеру светлых фарбов. Мы устанавливаем новые освещения, новые светильники. Всё для наших детей, чтобы с детям было светло и хорошо учиться. Усе кабинеты вырешили сделать у розной коляровой гамме с уликом пожедания у наставников и в учнях. Вот, например, кабинет английской мовы. А у кабинетов физики, химии, биологии и информатики з'явится навыд сучасное обсталивание. Интерактивные доски, современное оборудование, необходимое для предмета. Ну и соответствующая световая гамма, жизнерадостная. Новая обличчена была спортивная зала, бо Минавита ГЭТа – центр у всех районных спортивных мероприемств. До того, что тут отновили душевые кабины, санвузлы, закупят новый спортивный инвентар. Это достояние всего района. У нас в Лузском районе одна гимназия. И реализация проекта по Всемирному банку началась именно с ключевого объекта, с нашей гимназии. Нет сомнений, что 1 сентября дети зайдут в новые учебные классы. И в целом объект будет, конечно, новый объект. В новом научном годе сюда придут учиться больше за 340 в учебниках. Всяродых – 40 первоклассников. Юлияна Шликова, Александр Тарасов. Новины региона. Теперь их призвание – ратовать людей. 60 новобранцев из всей Могилевской области пополнили подразделения службы Министерства по независимых ситуациях. У молодых пополнений и две девочки. После школы решила, вообще хотела связать свою жизнь с силовыми какими-то структурами и определилась, что повезу служить в МЧС. А в Бобруйских вербках проходит международный пленэр по керамице Аржижель. Три тыдни мастаки с розных краин працуют на природе Ля-Бярызиной и створают выдатное твором остатства. Ни пирамидливая надвор и ни отсутность интернету творших людей не бянтежить. Самая главная идея для твору – и карпатливая праца с глиной. Пленэр по керамеце, размовляя на разных умовах, по-английску турчанка Мужде, разповедая про свою идею схавать у пакет для смеття усёдренное войны, ненависть, забруджене природы и тем самым оборонить свет. Сёлетний девиз пленэру – мастацтва, як свет, самовыявление – дае простору для творчасти. Ну, каждый из нас личность. Вот поэтому самовыражение. Пускай самовыражается. Наприконцы пленэру, як заусёду мастаки разом будуть апаливать великую керамичную скульптуру на открытом огні. И як заусёды я ей робит старейшина. Сёлетах это будзе вялізная буржуйка, верагодна тому, что перший тыдень у вербках стався надто мокрым и не самым тёплым. Гош заусё выпадает гостям с пауднёвых краинов. Наприклад, египетскому мастаку Мохамеду и Лабду, у якого на родзимеця персонечная плюс сорок. Однако природа, конечно, прыгожая бярызина и отдаленность от цивилизаций, большинстве удельников пленэру, вельми падабаюцца. Ой, ну чё ровно, такое место, по-перше, сосны, лес, нема интернету, можно отпаджить от города, от цивилизации. Нет интернет, это хорошо. Нет телефона, это хорошо. Что надо? Работать. Свобода творчества. Так, так, так можно называть. Каштон из пленэра Арджижель, конечно, узносина с коллегами из разных краин. А я шею тем, что работа из глины опаливаются у печках на дровах. Такое немахчыма зарабить во умовах городских майстерню и выник опалу у природных умовах по мастацку непрадказальны. Опалу я шею напереде, а пакуль лепка с глины. Болей про Бабруйске Арджижель глядите у информационной аналитичной программе Дэнями. У пятницу часам дождь и до плюс 26 градусов в день, кажут синоптыки. При этом махчыма парывы ветру до 14 метров за секунду. На надвор я оказываю вплыв в область пониженного атмосферного тиску. Сам тиск значно не изменится, але у выходные чекается заважное потепление. Самые актуальные новины в области на сайте tvrmahilio.baya, так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюся. Дякую за увагу и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok